всем привет привет всем отличные среды надеюсь вы продолжаете праздновать сегодня мы будем с вами делать расклад позиции видите перед собой расклад будет по позициям тайм-коды есть в описании вся необходимая информация обо мне тоже есть в описании по ссылке мои услуги расклад который мы будем сегодня делать называется какие полезные знания и навыки вы приобрели за последнее время пока вы выбираете позиции я хочу сказать вот что в прошлом раскладе про одежду я увидела много комментариев по поводу того что где-то у кого-то что-то там не сбылось кто-то писал что в этот раз не мой расклад хотя всегда там выпадало либо еще что-то я хочу сказать одну такую вещь расслабьтесь нам не совпало ok ничего страшного во первых мы не забываем что это общий расклад с другой стороны даже если не совпало ни одна оппозиция ничего страшного такое бывает вообще вы знаете я к таро непосредственно к самой системе отношусь достаточно серьезно именно поэтому я периодически все время расширяю свои знания почему-то обучаюсь читаю необходимую литературу но с другой стороны относитесь к раскладам спокойно относитесь знаете как я не отношусь к таро как кумиру да мне интересна эта система но это лишь инструмент не больше не меньше то есть не нужно придавать такого большого значения и ну вот как-то расстраивается из-за того что там что-то не совпало потому что я знаю что многие начинают писать о том что да или не мы знаем насколько вы серьезный мастер и ваше отношение к таро и если мне не совпало может быть со мной что-то не так вот вот этого делать пожалуйста не нужно проще относитесь к раскладам тем более к общим раскладам как к развлекательным да если есть какая-то польза вы можете что-то взять это замечательно это здорово берите если не можете ничего страшного это просто развлечение это просто информация вот как если бы зашли не знаю в интернет что-то загуглили есть что-то интересное полезное почитали нету но ничего такого страшного то есть не надо принимать близко к сердцу вот что я вам хочу сказать да то есть все же это общие расклады тем более есть тематики серьезные да там в контексте я не знаю каких-то своих травм сценарий тогда там можно к чему-то прислушаться но опять же таки не забывайте что самое главное самое важное это если у вас есть какой-то отклик возможно на одно какое-то слово на какую-то фразу на какую-то метафору если вот creka нету вообще просто расслабьтесь и слушайте как как в сказку на ночь да то есть два уха зашло-вышло вообще не парьтесь если не хотите можете отключить не привязываетесь не привязывайте с некоторые они не к людям не привязываетесь не к в и к вещам не к ситуациям не привязывайтесь не к чему вам не нужны вот эти вот лишние, как их называется, липучки, да, ко всему. То есть более проще двигайтесь по жизни и не набирайте себе лишний багаж. Вот это ни к чему, да, то есть мы идем лучше по жизни, выбираем путь шута. Но у шута есть своя мудрость, да, он делает определенные выводы, то есть он не тащит за собой весь этот багаж тех ситуаций, переживаний, которые у него там были, там расстройства, травмы и так далее. Он это прожил, случилось, случилось, сделал определенные выводы и пошел дальше. Он не тащит за собой вот этот груз. И в принципе и вам, ну, хочу пожелать, да, такого, ну, не тащите за собой ненужное. Зачем вам лишние переживания? У вас так в жизни не всегда бывает сладко. Поэтому еще переживать и на этот счет, ну, не стоит. Вот. С такой стороны я прекрасно вижу, когда комментарии каких-то там залетных птичек, да, я, потому что иначе это не могу назвать, вот, которые высказывают как-то свое мнение. Ну, я даже не обращаю на это внимания. А те, кто действительно постоянно и слушает меня, вы должны знать, что я отношусь с одной стороны с уважением и с профессионализмом к своему делу, которое я люблю. А с другой стороны я отношусь достаточно, ну, легко и просто к тому, что говорю. Вот. Не к словам, да, то есть я к смыслам отношусь серьезно. А именно в контексте, знаете, я просто хочу, чтобы вы поняли разницу. В контексте привязанности, да, то есть мы не привязываемся, услышали что-то негативное. Помните, что вы всегда хозяин своей жизни. Если вы начинаете задумываться о том, что что-то негативное я услышала, то это начинает вами влиять, вами управлять. То есть в этой жизни либо вы управляете, либо вами управляют. Если вы осознанны, вы управляете ситуацией, эмоциями, информацией и так далее, вниманием и так далее. Если вы неосознанны, то вами будет управлять. И тогда вы будете страдать, потому что вы будете, ну, рабами. Если вами управляет, значит вы раб. Если вы управляете, то тогда вы являетесь хозяином. Конечно, есть какие-то ситуации, на которые мы повлиять не можем. Я их не беру в расчет. Я говорю на то, что мы можем повлиять. Вы можете повлиять на то, что вы услышали, вам это не понравилось, все сотрите это с памяти. Не надо с собой это таскать, даже если я это сказала, либо кто-то другой, неважно. Я хочу, чтобы в вашей жизни все было хорошо, чтобы все было позитивно, но как можно больше. Вот, такое вот вступление за одно время вам на выбор. Итак, позиция номер один, голубенький камешек. Смотрим, какие полезные знания и навыки вы приобрели за последнее время. Последнее время, это так абстрактно, у каждого оно будет свое, здесь загадывать не надо, но вы интуитивно понимаете последнее время, то есть вы чувствуете, когда у вас были какие-то перемены. Потому что может быть так, что, не знаю, год прошел, а внутри вы не чувствуете, что что-то изменилось. А может быть, там, я не знаю, за неделю все как-то вот быстро так изменилось, и вы эти изменения ощущаете внутри себя. То есть все интуитивно должно быть. Итак, какие полезные знания и навыки вы приобрели за последнее время? Ну, единички я могу вас поздравить с королевой пендаклей. Самое важное, ценность себя. Ценность себя, понимание себя, выстраивание границ. Это очень важно, когда человек сам начинает себя ценить. На самом деле, не знаю, мне кажется, вот опять-таки, мое субъективное мнение, в школах должны обучать этому, особенно девочек, да, потому что мальчики, они уже рождаются с какой-то такой завышенной самооценкой. А девочки, неважно, как они выглядят, да, они все как будто бы изначально, не знаю, рождаются с какой-то заниженной самооценкой, внуждающейся в внимании, в подтверждении. Вот. И сложно уже во взрослом возрасте как-то вот, ну, это все прорабатывать. Поэтому здесь вам это удается. Навык, навык ценить себя, да, понимать себя, понимать свои собственные желания, навык зарабатывать. Причем даже зарабатывать здесь, знаете, как в каком контексте, приумножать, я бы так сказала, приумножать свои ресурсы. Это могут быть деньги, внимание, это, может быть, какие-то навыки. То есть то, что у вас есть, не привязываясь, вот то, что я говорила во вступлении, да, расширять, приумножать. Здесь нету создания чего-то с нуля. Здесь есть какая-то такая, знаете, вот бережливость из того, что есть. Но это не жадничество, да, то есть здесь нету такого, что, там, я не знаю, есть у вас что-то, и вы, ну, боитесь этим поделиться, либо боитесь как-то что-то отдать другому человеку. Нет, здесь такого нет. Вот, но с другой стороны, вы также не будете отдавать последнее, потому что вот именно понимание того, что я хочу выжить, для меня важна, я в первую очередь, я себя ставлю на предистан, на первое место, и в первую очередь я сделаю что-то для себя. Второй момент здесь, система ценностей. Здесь вот то, что я говорила, да, человек начинает ценить себя, и исходя из своей собственной ценности, у человека меняется мировоззрение. Он начинает ценить вещи, которые, знаете, как-то вот более прагматичные, что ли, более приземленные. То есть здесь нету такого полета, там, я не знаю, что-то, что-то связанное с эмоциями. Они не чужды вам, королеве Пендакли, не чужды эмоции. У нее тоже есть прекрасно развитая интуиция, как у всех женщин, в принципе. Но здесь человек, если что-то ценит, допустим, в другом человеке, то это должно быть не на словах, а это должны быть какие-то конкретные поступки и действия. То есть он уже не будет обращать внимание на то, я не знаю, например, как презентует себя человек, либо обижается, он не обижается. Человек будет смотреть по факту. То есть здесь вот какая-то такая приземленность, фактичность есть. То есть он будет смотреть в бытовой жизни. Плюс ко всему человек научился видеть свою собственную выгоду в чем-либо. Возможно, ранее у вас такого не было. То есть вот, я не знаю, такое чувство, что вы все время что-то отдавали, отдавали, отдавали. А теперь, когда прежде чем отдать что-то, вы задумаетесь, может быть, мне это нужно. Либо если вам что-то предлагают, вы не сразу соглашаетесь, а уже задумываетесь о своей какой-то выгоде. А я что от этого получу? То есть, окей, я что-то могу тебе дать, а я что получу? Но здесь не меркантильность, а здесь практичность, понимаете? Здесь вот какая-то взрослость появилась у человека. Еще какие полезные... А может быть, кто-то здесь еще и связанное с хозяйством, да, то есть стало интересно, не знаю, может быть, там готовка, выпечка, может быть, создание уюта, какого-то, да, комфорта, там больше стали обращать внимание на какие-то ароматомасла, ароматомасла, как свечи, ну вот создание какого-то уюта. Может быть, ранее вы не обращали внимания, да, сейчас говорите, вот хотелось бы, например, там, я не знаю, занавески поменять, ковер другой поставить, положить. Вот какие-то такие моменты, то есть как-то как хозяйственность какая-то появилась. Ранее такого нету. Плюс ко всему, ранее у вас не было также и заботы о своем теле. Сейчас вы больше времени этому уделяете. Не знаю, может быть, как-то ухаживаете по-особенному за своими волосами, либо желаете сменить цвет волос, либо стиль прически. Ну, то есть, также за своим телом больше ухаживаете, выбираете, например, одежду уже по качеству материала, да, то есть не столько по стоимости, сколько, насколько вам будет удобно, комфортно, приятно телу, чтобы не было каких-то раздражений, там, аллергии и так далее. То есть вот здесь забота о теле. Выбираете также еду, более стали избирательным, да, вот в таком моменте. Ухаживаете также за собой, обращая внимание, например, на чем вы спите, да, какая у вас подушка, какой у вас там матрас, постельное белье, насколько вам удобно, комфортно. То есть вот такие моменты, вы стали обращать на них. Еще какие полезные знания. Вы приобрели. Ну вот то, что я и говорила в начале, да, про непривязанность, про шута, вот он шут здесь и выпал. Во-первых, постепенно расширяется ваше сознание, начинаете смотреть на вещи по-другому, как-то более масштабно, более глобально, и не замечать то, что, допустим, ранее вам было как-то болезненно, неприятно, не знаю, что такое. Так, еще какие полезные знания. Стали больше наполняться эмоционально, больше радоваться, как-то ощутили, не знаю, состояние счастья здесь проходит, с одной стороны, а с другой стороны, как-то вот переоценка ценностей, как семья, стала для вас важна. Я не могу сказать, что она вот прям в приоритете, но опять же таки, знаете, семья в каком контексте? Здесь семья в контексте того, что может быть время больше проводить с детьми, либо за семейными какими-то застольями, какие-то праздники организовывать. Опять же таки, не в контексте привязанности, а в контексте того, что вот здесь человек в семье, в своем доме, чувствует уют, комфортно, и ему вот прям хочется, возможно, хочется какие-то восстанавливать родственные связи, если раньше, например, не общались как-то с родственниками. Здесь человек просто сделал какой-то пересмотр, и по-другому, по-другому обращает внимание, сейчас секундочку я уберу, это запах розы, да, я свечку поставила, она тает и пахнет очень сильно. На это обращайте внимание. Хорошо, а знания, какие знания вы приобрели? Какие знания? Ну, здесь идет разрушение, знаете, знания одно, легкость, легкость по жизни, наслаждение жизнью, да, то есть успеть пожить, успеть радоваться, и при этом, здесь, как, я даже не знаю, как вам объяснить этот навык, и называется ли он навыком, либо знаниями, знаете, когда человек не заморачивается, не потому что он стал, там, я не знаю, высокомерным, либо каким-то эгоистичным, нет, здесь просто, вот, какое-то внутреннее перерождение произошло, и человек понимает, что не то, что вот такое бывает, когда есть информация о том, что, например, человеку осталось мало жить, да, мало времени осталось жить, и человек плюет на многие вещи, да, то есть он не обращает уже, но не в контексте халатности, да, то есть я, мне все равно, да, я не буду там, не знаю, за собой как-то ухаживать, либо дом чистить, ну, какой смысл, нет, не в этом отношении, а наоборот, как будто бы человек стал замечать больше прекрасного, начал больше ходить, гулять по улице, то есть вот как-то по-другому начал ценить жизнь, понимаете, разрушает то, что уже не нужно, то есть здесь у человека приходит понимание, что, не знаю, не стоит обижаться, не стоит как-то лишний раз раздражаться, не важно, кто прав, кто виноват, главное, чтобы было состояние счастья, то есть здесь человек уже может пойти на уступки, может переступить свой эгоизм, потому что он понимает, что, ну, не в этом счастье, понимаете, то есть здесь какое-то вот такое преображение произошло внутри вас, больше как-то улыбаетесь, вот мне улыбка идет, вот какая-то мягкость появилась в вас, но это не в контексте глупости, а наоборот, вы как будто бы поняли и осознали мудрость жизни, здесь такие моменты идут, еще какие полезные знания есть здесь, либо навыки, ну, вот то, что я говорю, разрушение идет внутренних каких-то ограничений, какие ограничения у вас здесь были разрушены, аркан шута, ой, аркан мира, простите, какие ограничения, связанные с границами, понимаете, вот то, что я сказала, вот это самый важный, главный навык, то, что у нас здесь ведет королева Пендакли, границы, расширяем границы, убираем вот какие-то привязанности, аркан мира говорит о том, что человек понимает вот эти вот причины, связанные, причины следственной связи, как все устроено, он начинает расширять, он больше начинает себе позволять, разрешать, впускать в свою жизнь больше, возможно, здесь и опять-таки сказать, что вот больше знакомств нет, но вот как будто бы вы открываетесь больше этому миру, да, здесь доверие, я не могу сказать, что вот есть прям стопроцентное доверие людям, нет, но вот как-то вы приоткрываете немножко дверь тем людям, которые вы считаете, что они цены важны для вас, да, вы можете приоткрыть дверь немножко своего внутреннего мира и показать, хотя ранее вы были полностью закрыты, то есть здесь то, что связано с границами, расширение этих границ, выход, может быть, в чем-то преодолевание самого себя, еще какие здесь ограничения, убеждения были, ну, то, что мешало вам как-то проявиться в этот мир, не знаю, может быть, где-то о чем-то стеснялись, может быть, были неуверены, может быть, вам не хватало умений, не знали, как что-то сказать, не знали, как себя показать, вот это вот изменилось сейчас внутри вас, поэтому я говорю здесь, арканы, которые указывают на начинание, вы начинаете жизнь сначала, но имея уже определенный багаж и опыт за спиной, то есть это не с нуля, а это уже сделав какой-то вывод определенный, да, по шуту, о своей жизни, о своих, возможно, в кавычках ошибках, тире опыта, вы уже начали действовать по-другому, и вот ваше изменение внутри себя, вот эта внутренняя трансформация, и переоценка самой себя, оно и приводит к тому, что вы начали ценить себя и уметь выстраивать эти границы, да, то есть с одной стороны, я един со всеми, а с другой стороны, если я вижу хамское отношение к себе, я буду дистанцировать, то есть раньше вы не могли отстаивать себя, не могли отстаивать свою точку зрения, не могли выстраивать границы, вам было неловко, неудобно, сейчас этого нет, сейчас вы уже это все научились делать, и это все за последнее время, молодцы, здесь прям, ну, человек, знаете, такое ощущение, что созревал, 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 а тут под конец дозрел, да, созрел, как-то так, так, это у нас с вами была первая позиция, мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку, смотрим, двоечки, что, тут у вас какие полезные знания, и навыки вы приобрели за посреднее время, знания связаны со сценарием, и знания, понимания, навыки, ну, это все в одну категорию, о том, что жизнь циклична, возможно, какие-то моменты вы стали отслеживать в своей жизни, и стали замечать повторы, это помогло вам что-то изменить в себе, то есть, если вы видите, что, я не знаю, в каких-то определенных ситуациях, вы ведете себя однообразно, и это вас не удовлетворяет, то, заметив это, вы как-то постепенно-постепенно стали это менять, у вас это получается, могу сказать, что вот здесь люди прям научились спокойствию, да, но, по крайней мере, вы стремитесь к тому, чтобы лишний раз как-то, не знаю, не тревожиться, не беспокоиться, почему? Потому что здесь у вас такой какой-то беспокойный дух, может быть, сейчас момент такой, ну, не знаю, срез времени, что человек, я, по-моему, говорил уже в одном из последних раскладов о том, что ощущение своих каких-то возможностей, прилива силы и энергии, и это сподвигает вас к какому-то дальнейшему движению, а когда вы конкретно не знаете, что вы хотите, то есть у вас нету цели, куда можно направить вот эту силу внутреннюю, которая у вас пришла сейчас как дополнительно, да, вы начинаете ее расплескивать на какую-то суету, то есть когда нету какой-то конкретной цели, когда энергия не сфокусирована, не сосредоточена на чем-то, на достижении чего-то, на получении каких-то своих желаний, она должна как-то найти выход в чем-то другом, и она расплескивается, и вот это вот расплескивание энергии, оно проявляется через какую-то суету, через беспокойство, что вот мне что-то надо, мне куда-то надо побежать, мне надо с кем-то поговорить, мне надо где-то поделиться, что-то сделать, вот это показывает и указывает на то, что у вас возрос энергетический потенциал, но вы его пока используете неправильно, неверно, то есть, ну вот как-то маетесь, то в одну сторону вас смотает, крутит, то в другую сторону, какие знания, да, то есть здесь человек увидел свои сценарии, какие именно, ну вот король мечей у нас тоже на это указывает, да, стали замечать, как вы перепрыгиваете с одного места на другое, что вот вы не доводите как будто бы до конца, не доводите какое-то дело, да, не завершаете, очень быстро загораетесь, а поскольку вот вам все интересно, я говорю, здесь какое-то вот пробуждение идет, прилив энергии, вы прыгаете, как пчелка, с одного цветочка на другой, то есть и здесь хочется немножко попить нектара, и здесь, и здесь собрать, да, и вот какое-то такое хаотичное движение, вот, но оно вас не обестачивает, почему? Потому что здесь вот много энергии пришло, откуда она пришла, мне интересно, маг, видите, не знаю, какой-то канал у вас открылся, либо потенциал, либо время пришло, знаете, вот бывают такие вот временные отрезки в жизни, да, когда что-то происходит, то есть здесь какой-то узел, не знаю, может быть узел какой-то развязался, может быть какой-то очень ключевой этап вашей жизни вы проходите, и вот вы его ощущаете, как прилив какой-то энергии, и вы, эта энергия, она вам дана для того, чтобы вы что-то реализовали в своей жизни, но пока вы нащупаете, пока вы найдете, что это такое, потому что у каждого это может быть свое, да, вот вы будете вот это вот мытарство, туда-сюда, туда-сюда, да, что-то такое, хорошо, еще какие полезные знания и навыки приобрели, планирование, ну, уже хорошо, то есть здесь уже что-то такое, более конкретное, планирование, не в контексте, там я беру с ручкой и бумажкой, и все прописываю, нет, а здесь уже человек как будто бы задумывается о будущем, то есть у меня энергия того, что вот вы как-то живете одним днем, ну, либо вот как-то в моменте, а здесь вы уже стали задумываться о каких-то перспективах, да, вот что-то я хочу сделать на будущее, то есть не просто вот бегать туда-сюда, но уже появляются мысли о том, что хотелось бы иметь в будущем, еще какие знания у вас здесь, знания связанные, ну, все, я поняла, вот этот дополнительный поток энергии у вас открылся от бессознательного, да, то есть что-то вы из своего бессознательного, знаете, приоткрыли дверь и впустили туда-оттуда, оттуда какую-то информацию, какие-то знания, и оттуда у вас идет вот этот вот поток энергии, что конкретно из бессознательного, вы как будто бы получили информацию о том, что, причем информация свыше, но получили вы ее как-то косвенно, не напрямую, то есть я имею в виду не через какую-то там медитацию, либо ченнелинг, нет, нет, здесь как-то косвенно к вам пришло какое-то понимание, знаете, как-то в контексте инсайта, может быть, вот, либо как-то сложились все пазлы, и вам вдруг неожиданно картинка открылась, из бессознательного впустили понимание, что такое вот именно гармония, любовь, может быть, здесь кто-то нашел своего человека, как понять своего, это вы в противоположном поле, да, то есть, допустим, ну, если вы женщина, да, то встретили, например, мужчину, похожего очень сильно на вас, то есть какие-то общие моменты есть, да, то, что люди, в принципе, называют родственной душой, ну, или, например, женщину, то есть здесь не только любовные какие-то отношения, может быть, друг тоже, да, он человек близкий, когда ты чувствуешь, что тебе не надо казаться, ты можешь быть с этим человеком, потому что вы очень похожи, и вот как-то это раскрытие через другого человека, оно включило, как будто бы ваше бессознательное, то есть как только появился этот человек, он может быть здесь, опять же таки, может быть и учителем, не знаю, но здесь вот как-то идет дополнение, знаете, когда два кусочка пазла вот эти соединяются, вот, и получается уже более целостная картинка, вот слияние с этим человеком, что это за человек, либо кто он такой, не знаю, что покажет, чтобы вам как-то понятно было, ну, конечно же, аркан солнца, для кого-то здесь может быть, я не знаю, рождение ребенка, и оно придало вот это вот, знаете, наполнение энергии любви, счастья, вот прям радости, для кого-то это может быть человек моложе вас, и вы от него черпаете вот эту вот энергию, и наполняетесь, да, то есть вот ваше бессознательное, оно впускает вас больше энергии, для кого-то здесь просто человек очень солнечный, позитивный, и вы как-то знаете, равняетесь на него, но здесь не идет обучение, как вот прям учитель и ученик, да, сделай это, сделай это, нет, а здесь как-то легко, через игру, через радость, через взаимодействие, через какие-то шутки, может быть, совместное как-то времяпровождение, но очень весело, очень легко, здесь человек не задумывается о том, что скажу, как скажу, как меня поймут, правильно, неправильно, то есть вот нормы, вот здесь нету такого, здесь, вот знаете, один говорит, другой дополняет, один думает, другой про это озвучивает, да, вот какие-то такие моменты здесь может быть, либо если не касается другого человека, то здесь что-то появилось внутри вас, да, услышит меня врачи, скажет, да, какая-то шизофрения у человека открылась, нет, это, кстати, здесь могут быть и внутренние голоса, то есть человек нашел внутри себя какого-то друга, ну, либо какой-то внутренний голос, но не демонический, а здесь какая-то ваша грань, черта характера, что-то здесь такое открылось, и вот вы почувствовали, да, то есть вы нашли вот эту гармонию внутри себя, либо вовне через другого человека, либо внутри себя вы пришли к этому состоянию, ну, смотрите, смотрите, как красиво карты легли, двойка кубков, гармония, любовь, родственные души, тандем, союз, дружба и так далее, и так далее по двойке кубков, что можно говорить, да, но с одной стороны у нас одно светило луна, а с другой стороны другое светило солнце, да, то есть бессознательное и наше сознание, здесь как будто оно пришло в гармонию, и вот это вот и дает полноценность, целостность, что ли, и вы ощущаете благодаря этому прилив энергии, что здесь такое крутое, вы там наворотили, напишите, причем у меня, знаете, у меня такое ощущение, что вы как-то спонтанно к этому пришли, здесь нету, нет, я не говорю о том, что вы там не практиковали, как-то не прорабатывали что-то, нет, нет, сам процесс, он как-то вот внезапно, знаете, вот это нежданно-негаданно, это как-то так случилось, если вот вас спросить, как вы, допустим, пришли вот к этой двойке кубков, вы скажете, блин, а я и не знаю, но это здесь как будто бы какой-то накопительный эффект, да, то есть это не то, что вы совсем ничего не делали, и у вас открылось это состояние, здесь возможно долгое время, знаете, понемножку, понемножку что-то делали, и сейчас оно дал, а потом может быть даже и забыли, а сейчас оно дало результат, и вы, ну не можете увидеть вот эту вот причину-следственную связь, то есть что вы делали до этого, чтобы получить вот этот результат, ну не столь важно, главное, что вы его получили, наслаждайтесь, вот что главное, еще какие полезные знания и навыки вы приобрели за последнее время, ну вот это тоже самое важное, причем смотрите, сколько у вас великих арканов, кольцо фортуны, маг, император, солнце, луна, такие причем арканы энергетические, да, что приобрели по императору, больше уверенности, зрелости, ответственности, знаете, человек, который как-то вот, не знаю, заикарился, он ощущает свои собственные, знаете, как это владение, как у животных есть, вот такое вот, у собак, у волков, либо у львов, когда что-то принадлежит им, да, например, какая-то, какой-то кусок мяса, и подходит соперник, либо противник, который хочет взять этот кусок, вот собака, она всегда, ну, либо волк, не знаю, лев, они всегда кладут лапу, да, лапу на эту часть, что это мое, да, то есть я собственник, это моя, моя часть, это мое, и другой не может взять, вот здесь вот какая-то такая, собственность появилась, вот хочется сказать, да, лапу положили, да, что вот это вот, вот эта вот часть, вот эта вот жизнь, вот это вот, вот это мое, то есть человек, который свою жизнь, как хозяин своей жизни, да, император и маг, хозяин своей жизни человек стал, он как-то вот может это не знаю отстоять, защитить вот уверенность здесь появилась ну и зрелость зрелость такая тоже присутствует, взрослость ну круто, здорово я очень рада, так это были двоечки мы с вами переходим к позиции номер 3 зеленому камешку смотрим вас какие полезные знания и навыки вы приобрели за последнее время не брать на себя больше чем вы можете унести то есть знаете как поскольку человек, который держит слово ну для вас это важно это принципиально то есть здесь человек каких-то нрав но это не в теории, а здесь вот человек практик и и вы понимаете, что ну если я сказала, да я это слово сдержу то есть если я дала обязательства я должна это сдержать но здесь вы понимаете, что в какой-то момент как-то вот на себя берете большее, чем можете унести и здесь были сделаны выводы что, ну не знаю это даже может быть по дому когда, например, там, я не знаю надо ребенка отвезти в садик, в детский сад в садик, в детский сад в школу, да там на секцию куда-то в другое место и ты понимаешь, что ты разрываешься но вот как будто бы вы сами взяли на себя вот это не знаю и обязательства да, что вот я везде все успею вы не делегировали то есть здесь человек научился делегировать здесь опять-таки делегирование не просто так потому что оно сопричастно с доверием то есть если нету доверия другому человеку как вы ему будете делегировать какие-то вещи либо обязательства то есть здесь вот это пришло но оно пришло через что? через то, что вы как будто бы через свой опыт можно сказать, на своей шкуре протащили вот эту вот всю тяжесть и поняли, что нет больше я так не хочу да, можно вот там, я не знаю если я не успеваю дома убраться вызвать в конце концов клининговую компанию да, либо еще что-то да, я понимаю я лучше буду, как это, работать да, зарабатывать больше денег но я себе облегчу жизнь чем я буду экономить и тут, и там и в конечном итоге я заплачу своим собственным здоровьем то есть здесь человек как-то вот более ну как-то зрело и трезво рассмотрел вот эту ситуацию чтобы больше не брать да, двойка педаклей она указывает тоже на какую-то суету да, то есть здесь ощущение того что человек пересмотрел свою бытовую жизнь не ценности в общем а именно свой образ жизни как он живет свой распорядок дня куда он тратит свою энергию свое внимание где-то какая-то суета да, то есть человек как-то знаете сбросил все то, что его отягощало что-то лишнее и он сказал вот я оставлю себе вот раз, два, три, четыре, пять в соответствии с этим я буду жить и вы увидели, как ваша жизнь стала легче проще потому что вы не делаете лишних движений которые ну по сути они вам и не нужны здесь вот это вот двойка педаклей суета хочу везде все успеть хочу там, я не знаю кому-то что-то доказать хочу со всем справиться может быть где-то опаздываю опять же таки опаздываете не потому что вы пунктуальны а потому что не знаю задержали в одном месте и вы не успеваете в другое место и вам от этого некомфортно в принципе по сути да вашей вины в этом нету потому что есть какие-то форс-мажоры и внешние факторы но вы же взяли на себя обязательство быть вовремя да, быть пунктуальным вам от этого некомфортно и в конечном итоге вы поняли что например если бы я там добавил где-нибудь на отдых да либо на какие-то внешние факторы форс-мажоры больше времени то я бы допустим не договаривался о встрече вот прям тютельку в тютельку оставил бы себе запас там я не знаю час к примеру и спокойно бы приходил на встречу вот мне было бы удобно и все были бы довольны и я бы тоже то есть здесь человек как-то вот пересмотрел свою бытовую жизнь еще какие навыки приобрели отрезать отрезать то что не нужно избавляться от того что не нужно в том числе и от людей от вещей вот то что вас отягощает вы уже спокойно это отрезаете возможно дошли до такого этапа что все хватит это уже знаете как точка кипения да вот это вот накипело все и больше я не могу и так и не хочу и вы как-то вот естественным путем пришли к тому чему вы научились да вы стали уже ставить свое внутреннее удовольствие гармонию на на первое место да то есть вы понимаете что вот моё здоровье в том числе и моральное и психологическое оно важнее чем вот все вот эти вот дела которые нужно сделать научились сами себе не накручивать сами себя не накручивать не разбивать себе сердце не очаровываться научились слушать подсказки обращать внимание на них и даже что только не только обращать внимание но и понимать да то есть вы уже не вот здесь вопрос делегирования он хорошо проходит в контексте чего что тройки всегда были люди которые хотели иметь контроль да то есть человек который хочет власти но власти в первую очередь да над своей жизнью и контролировать и управлять почему потому что за этим скрывается какая-то вот какое-то беспокойство и страх безопасности да то есть человек почему хочет контролировать потому что никому не доверяет потому что он не чувствует что кто-то может сделать так хорошо как нужно ему он чувствует что он в опасности да что здесь вопросы какие-то выживания имеет место быть у кого-то может быть такие роды были ну то есть ваше рождение не вы рожали а ваше рождение связанное как-то вот знаете на грани жизни и смерти и выживания либо именно процесс родов не самого ну когда ребенок родился уже а вот именно в момент вот этих вот схватки вот и прохождение по родовым путям там что-то такое было связано с моментом выживания поэтому человек говорит что я не могу никому довериться я доверяю только самому себе поэтому мне важен контроль и здесь вопрос почему я затронула тему контроля потому что четверка сосудов до подсказки от высших сил которые вам дается вы их и раньше замечали но вы им не следовали почему потому что отдать контроль высшим силам да то есть довериться непонятно кому непонятно что и кто это такие вообще высшие силы и вдруг они ошибутся было очень сложно сейчас я не знаю что у вас произошло но здесь вот появляется все больше и больше доверия что окей это подсказка видимо был опыт какой-то такой да то есть один два раза увидели подсказку пошли поступили в соответствии с этой подсказкой все получилось так как вам сказали и повторяя несколько раз да у человека появляется вот это вот доверие что да это вот прям такой но источник которому можно доверять и у вас появился этот момент что помимо того что я замечаю эти подсказки я еще и их использую на деле да в практике и появилось доверие на это постепенно помогает вам реализовывать какие-то ваши идеи я не думаю что здесь идет вопрос того что вы на это можете зарабатывать это такое тоже может быть да но вот эти вот идеи как-то начинаю к подсказке они в виде каких-то идей приходят и вы их заземляете ну то есть реализовываете делаете то есть пришла мысль и вы это сразу сделали и видите что есть какой-то результат да есть какая-то польза то есть вот эти знания вы уже не берете нам не оставляете на уровне информации на уровне знания вы уже создаете какой-то ну практику то есть вы что-то делаете действия на уровень опыта да переводите еще последний аркан если какие-то полезные знания и навыки которые вы приобрели за последнее время дьявола но вы поняли и осознали свои теневые какие-то моменты где-то человек встретился со своей тенью где-то с ней познакомился не не понаслышку да то есть что-то произошло и до человека наконец-таки дошло да здесь такое ощущение что была какая-то сложная ситуация вот как мы говорим да типа я не верю в бога но когда что-то вот прям плохое происходит человек начинает молиться и здесь возникает парадокс да если ты не веришь в бога высшие силы неважно как ты это называешь кому ты молишься да для чего тогда ты молишься и что-то просит здесь что-то такое произошло что человек не то чтобы он поверил а ну как будто бы другого выхода не было и это очень напоминает четверка мечей да когда человек говорит я уже попробовал все что смог а теперь я сдаюсь и передаю в руки высших сил и пускай не решает здесь какая-то такая ситуация была со своей тенью когда человек сдался ну то есть он как-то вот до последнего терпел терпела и потом ну не получилось он сдался и он принял что-то и и это сработало ему как будто бы во благо и человек здесь что-то осознал ну ну познакомились со своим на дьяволом какие навыки еще по дьяволу могут быть которые вы приобрели каких-то моментах осознанность а кто-то увидел свои иллюзии вот этого скорее всего связано с десятка жезлов знаете вот то что вот как-то она придумывали вопрос надежды до надежды веры вот верили верили там не знаю до последнего а это не случилось и вот это вот было таким хорошим уроком вот для вас причем для кого-то для малого количества людей здесь была ситуация когда вы поняли кто есть ваш друг то есть здесь маски как будто бы спали да вы до последнего ощущения того что до последнего не хотели верить что этот человек может так поступить либо эти люди могут так поступить то есть у вас интуиция по сказке были о том ну что как-то неправильно могут с вами поступить люди может быть предательство но вы не хотели верить и вот здесь вот тоже был такой болезненный достаточно урок когда вы увидели насколько вы обманываете сами себя придумываете того чего нету а у кого-то здесь какие-то страхи реализовались то чего вы боялись и и это тоже было таким серьезным уроком то есть какой-то серьезный урок был и человек после этого задумался и начал что-то менять вот это вот вы научились такая была третья позиция я благодарю всех вас за внимание за ваши комментарии за ваши лайки за то что остаетесь со мной до встречи в пятницу желаю вам всего самого наилучшего всем пока пока